Мы, опять же, когда проанализировали все регионы России, да, мы пришли к нему, что вообще есть 8 основных факторов, которые определяют успех той или иной территории. Вообще, это мероприятие, да, я так полагаю, в Ленинградской области это не первая встреча. Блок инвестиций так детально, наверное, первый раз рассматривается, да, с привлечением федеральных экспертов и так далее. Но вообще, это общий тренд российский, да, привлекать его подобных, проводить подобные мероприятия. То есть сейчас там местополномоченные в регионах создаются, да, то есть это те люди, которые работают с бизнесом, те люди, которые работают с инвесторами там в каждом муниципалитете, да. И, собственно говоря, там главная задача, которую мы сегодня преследуем, да, это как раз собрать тех проактивных людей, которые есть в муниципалитетах, в администрациях, да, которые работают с бизнесом, да, ну и рассказать им о лучших практиках, о лучших инструментах, которые сегодня, собственно говоря, есть в России. Мы, прежде всего, здесь говорим об инвесторах, как о частных инвестициях, да, которые приходят в территорию. То есть это могут быть там развитие туризма, это может быть развитие там производства новых, да, на территории, это может быть развитие там сферы услуг, да, там все, что связано с этим. То есть, ну, в достаточно широком смысле, да, то есть это, в принципе, то, что позволяет и увеличить потом поступление налогов в бюджет, да, это то, что позволяет создать новые рабочие места, да, на территории. Ну, собственно говоря, это такой вот широкий фронт. Но, прежде всего, это частная инвестиция. В Питер, простите меня, там что-то. Туда поселиться надо, в селе затратить. Это, на самом деле, базовая вещь. Очень хорошо, что сегодня комитет присутствует. И, я думаю, честно, здесь большой потенциал есть в развитии. Потому что есть и граница, и культурная часть очень богатая. Для меня это город открытия, на самом деле. Как турист здесь очень интересно. Прежде всего, понятно, что это что-то туристическое должно быть. Но, если мы говорим о туризме, то есть, почему приток должен туристов сюда приехать? С одной стороны, здесь, понятно, приграничная территория. С другой стороны, что-то должно быть такое аутентичное, российское, чтобы сразу, пересекая границу, человек говорил, все точно, я в России. Что это может быть? У меня тут недавно пример был в Мурманской области. Они говорят, вот у нас большой поток инвесторов. Не инвесторов, а поток туристов, которые приезжают к нам на территорию. И многие спрашивают, где бы поесть ваши фельмени российских? Это первый такой пример. Они говорят, да нет нигде. У нас есть шаурму делают, условно грузинские рестораны. А просто фельмени поесть их нет. И вот нам надо, я думаю, работать над формированием продуктовой истории для туристов, которая бы четко нас ассоциировала с Россией и с тем, что можно пробовать только здесь. Это в том числе те же пельмени, например. Уровень участников достаточно высокий. Это заместители глав всех районов Ленинградской области. И, конечно, для нас, для меня в целом, для специалистов, которые трудятся на территории Ивангорода, это большая школа и большие возможности для, во-первых, развития себя, во-вторых, круга общения и дополнительная информация, которую мы можем черпать на уровне региона и у коллег из других районов. Конечно, новое всегда пугает. Конечно, есть определенные истории. Мы уже неоднократно с этим столкнулись в Ивангороде. Но, тем не менее, мы четко понимаем, что если не будет пошагового развития, если мы не будем дальше двигаться, то, безусловно, мы можем откатиться назад перед конденсивным районом. В целом стоит очень большая задача. Он является лидером, флагманом развития экономики, развития индустриализации в целом Ленинградской области. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в Ивангороде тоже с приходом серьезных инвестиций появился дополнительный импульс. Это и строительство жилья, это развитие социальной инфраструктуры, это в целом качество жизни наших горожан. Эти вопросы на сегодняшний день достаточно актуальны. В связи с тем, что большое количество инвестиционных проектов сегодня есть на территории Ленинградской области. В частности, если говорить о Кингисепском районе, мы знаем, что это не просто крупные, это масштабные инвестиционные проекты, которые развиваются и реализуются на территории района. Поэтому сегодня это очень актуальные темы, которые обсуждались по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и роли органов местного самоуправления. В частности, по работе с инвесторами считаю, что мы достигли взаимопонимания и получили нужную информацию как от органов государственной власти, так и они получили некий потенциал от нас. Сами придумают показатель, сами нам поставят цифру, с нами не согласовывая никак. А потом говорят, как это вы ее не достигли? Мы поняли, что заниматься развитием экономики, заниматься определением стратегических приоритетов, не обсуждая это с теми, кто здесь на земле, в муниципальных районах, в муниципальных образованиях отвечает за экономику развития, невозможно. И мы договорились о том, что два-три раза в году, два раза на выезде, один раз в Петербурге мы будем встречаться и, с одной стороны, проводить некую политинформацию, вообще какие у нас приоритеты, что нового в законодательстве, что изменилось, что нужно знать, как нужно заниматься, например, переписью населения, или, значит, вопросами, связанными с проектным управлением или вопросами, связанными с работой с инвесторами. Это такой первый блок сутевой. И второй блок мы должны просто как-то знать друг друга в лицо. Районы должны между собой знакомиться и обмениваться лучшими практиками. Вот сейчас мы, например, закончили на очень интересной такой фазе, когда ведущий модератор попросил представителей муниципальных районов написать их пожелания к областному правительству и попросил нас написать пожелания к району. Некоторые пожелания были достаточно жесткими. Ну, например, там была просьба не ставить задачи со сроками исполнения вчера, чтобы были реальные сроки запросов. Я считаю, что это абсолютно справедливые замечания. Я с ними согласен, я их разделяю. И я буду просить и свой экономический блок, и коллег по правительству эти замечания учесть. Ну, и у нас, конечно, тоже есть ряд пожеланий к муниципальным правилам. Из того, что я пожелал бы таких, из вещей, которые можно сделать без больших денег и без больших сроков, можно, например, изменить дизайн-код, чтобы не было вот таких современных кричащих разноцветных вывесок. Все-таки Ивангород — это исторический город с памятником культуры таким достойным. И такая стилизация, мне кажется, помогла бы привлечь туристов в город.